На ваших экранах одна из крупнейших и полноводных рек нашей республики Бзыпь. Острова, который расположился посреди устья, где река впадает в море, на этом месте никогда не было. Именно это новообразование поставило под угрозу подтопления значительную часть спецсонды. Небывалые ливни в горах и морские штормы нанесли тонны инертного материала в устье Бзыпи. В результате образовалась так называемая коса, препятствующая выходу реки в море. На реке Бзыпь высота запруда или переграда достигала до 3 метров, и шириной она была до 300 метров. То есть полностью расслаблась. В первое время вода дренировала между пляжным материалом и листым чистым. Уровень держался на одной отметке. Но с потеплением незначительным в уровне воды стал речки повышаться, и выход в море был затруднен. И она ушла на левый берег, в сторону Пицунды. После начала таяния снегу в горах уровень реки стал повышаться. Опасность подтопления населенных пунктов достигла критической отметки. В это время правительством было принято решение срочно приступить к работам на этом участке, что было незамедлительно сделано. И довольно-таки короткий, скажем, относительно сроки, учитывая объемы. Была открыта эта загруда, убрана перемычка. И на расстоянии 700 метров русло реки, это новое русло реки, которое было засыпано. Для того, чтобы река вновь вошла в русло и беспрепятственно выходила в море, специалисты обход берегозащиты поэтапно разрушали всю образовавшуюся косу. И общая площадь на момент начала работы составляла свыше 6000 квадратных метров. Мы делали прокопы, из которых поступала вода в море. И параллельно с ними работали два бундозера и еще гусеничные погрузчики, которые, так скажем, эту быструю воду в сторону моря сталкивали грунты, которые вода подхватывала и выносила на морские глубины. Вот эту часть всю мы убрали. Здесь выходит. И здесь еще соорудили защитную данную, чтобы, если будет уровень помещаться, во время штормы, чтобы она не переливала туда. После проведенных специалистами работ, которые финансировались из республиканского бюджета, опасность затопления Пицунды миновала полностью. Теперь выходу реки в море ничто не препятствует, а берегоукрепительные работы по периметру русла обезопасит население от большой воды на ближайшие годы. Далее специалисты Абснаргылера проводили работы выше по течению реки Бзепь. В районе ущелья река подобралась вплотную к жилым домам. Каждый день вода уносила землю с садов и огородов. После того, как до домов оставались считанные метры, стали бить тревогу, на которую своевременно отреагировали в правительстве республики. Укрепляют берега так называемым рваным камнем, смесью железного и бетонного строительного материала. В день специалисты насыпали до 50 камазов. Проблемы в этом районе возникли из-за непостоянного регулирования русла. Впредь специалисты будут контролировать эти участки, что не может не радовать жителей этой местности. Вот до середины реки у нас была земля. Все смыло. Ребята вот это все засыпали. Молодцы. Хорошо работает. Мы очень довольны. Вода поднималась и уносила землю. Вот у них это сколько? 3-4 метра унесло. А у нас 6 метров. А там 10 метров унесло. Сейчас вот правительство поднялось, прислало ребят. Хорошо работают. И вот честное слово, до земли вот такая благодарность. Такие праздники. Ливень, дождь, грязи. Они молодцы. Аж до 8 вечера. С утра до вечера работают. Немаловажен и тут факт, что прямо на берегу установлена линия электропередачи. Высоковольтная конструкция обеспечивает транзит энергии в город Гагру, частично подпевая район. Когда специалисты приехали на осмотр разрушения в воде, до ЛЭП оставалось менее 4 метров. Нам пришлось сделать здесь железобетонную наброску. Вот механизмы работают. И защищаем вот эту опору ЛЭП. Потому что стала угроза того, что ее размоют. И она даст крен. И там могут случиться всякие непредсказуемые действия. Специалисты отмечают, что подобные мероприятия необходимо проводить систематически. Отремонтированные участки отныне находятся под их пристальным контролем. Все работы, произведенные по периметру русла реки Бзыбь, газкомпания Пснаргылера осуществила на средства республиканского бюджета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова